Привет, друзья! С вами канал Maros Live. Сегодняшний выпуск хочу посвятить теме трудоустройства, а точнее рассказать, с чего все началось. Если кто не в курсе, мы занимаемся на данный момент трудоустройством. Легальная работа в Чехии, никаких кидалов, все напрямую. Есть варианты и на три месяца, есть варианты и на два года. Поэтому есть группа в Телеграме, кто не в курсе, она под видео в описании. И вот мы несколько дней назад делали опросы по поводу того, знают ли люди вообще о нашем существовании, о наших группах. И удивлен был, что многие не знают реально. То есть смотрят видео, в которых мы рассказываем, что мы трудоустраиваем людей. И многие даже не понимают, как это все работает. Поэтому вот сегодня хочу об этом всем поговорить и рассказать, с чего все началось. Началось все, в принципе, с самого первого видео, когда много людей, посмотрев наше видео о работе на идеале, начали спрашивать нас о вариантах трудоустройства на данном заводе. Ну, у нас, соответственно, контакты были, конечно же, и на тот момент можно было поехать спокойно. Мы со всеми поделились, кто смотрел это видео, под видео есть комментарии, можете зайти, посмотреть. Мы всем отвечали, писали нам на электронную почту. С этого момента у нас появилось желание помогать людям, помогать именно с проверенными контактами, проверенными агентурами. И за все наше время в Чехии, в которой мы здесь проживаем, мы реально годами искали проверенных работодателей, с которыми могли бы сотрудничать. И вот сейчас заявить, что мы готовы предоставлять людей, готовы заниматься трудоустройством. Поэтому рекламируем свою группу более подробно и предлагаем вам вступить в нее. Дальше был завод Фауреция, это двухгодичная карта, это тоже был такой большой спрос у людей. Все хотели уехать, все хотели попасть на этот завод, хотя он не самый лучший для работы. И на данный момент это все подтверждается. И много ребят тоже запрашивало, мы тоже пытались помочь с этим вопросом. Но там много было нюансов, много факторов. И я вам скажу, да, имеем горький опыт, когда пытались помочь людям, но в итоге у нас ничего не получилось. Вскрывать ничего не буду, я говорю как есть, мы всегда говорим правду. Но основная цель была, есть помогать людям. То есть канал был сделан для того, чтобы, ну изначально, конечно, он был сделан для того, чтобы рассказать вообще о Чехии, о работах. Но в дальнейшем уже, конечно, хотелось всегда помочь людям с теми же анкетами. Потому что помню, как люди платили деньги большие на заполнение анкет, каких-то элементарных там, где вы указываете свои данные. То есть не чьи-то данные, а свои. И это все очень просто делается на самом деле. Но в итоге люди платили там по 800, по 1000, по 1500 гривен, чтобы заполнить эту обычную анкету, обычную бумажку. Практически все основные документы есть на канале. Все делалось как и по воссоединению семьи, так и по заполнению визы и всего прочего. То есть, в принципе, основная цель, еще раз повторюсь, это была помощь людям. В дальнейшем, опять же, хотелось помогать и с трудоустройством, но с трудоустройством именно легальным. То есть никаких черных работ, никаких агентур на двухгодичной карте и так дальше. Только прямые работодатели. Конечно, я еще не дорос до каких-то там супермасштабов глобальных, так сказать. Как добиваются другие люди, открывая свои фирмы и всего прочего. Но хочу вам сказать, хочу вас заверить, что у нас все идет полностью легально. Есть оформление как и на рабочие карты, есть оформление как и на трехмесячную визу. То есть, да, может быть не самые лучшие варианты, как вы там поначитывались отзывы по поводу агентур. Но, ребят, начнем с того, что документы, опять же, если брать конкретно трехмесячную визу, мы делаем бесплатно. Абсолютно бесплатно. Да, есть залог 50 евро, но он возвращаемый. То есть, там проблем с этим никаких нет. Поехали, попробовали, отработали визу, я вам вернул день. Вопросов нет. 50 евро это больше гарантия того, что вы туда поедете. Потому что, опять же, повторюсь еще раз, был горький опыт, когда люди оформляли документы и не ехали. Или ехали вообще по другому назначению. Ну, все хитрые, все умные, все пытаются кого-то где-то нахитать в этом плане. И поэтому мы решили и стремились с годами, реально с годами, которые мы сейчас находимся в Чехии. Это уже третий год, чтобы помогать в этом плане людям. Естественно, мы делаем это не бесплатно. Естественно, мы получаем за это вознаграждение. Сейчас вопрос стоит не о нашем вознаграждении, а о том, что мы делаем и как мы делаем. Мы стараемся делать нашу работу качественно. Мы стараемся, чтобы каждый человек получил документы вовремя. Чтобы он приехал, подался, приехал, заработал денег. Да, может быть, еще раз повторюсь, не самые какие-то максимальные мы предлагаем варианты по заработку. Но они есть. В любом случае, вы приедете в плюсах. Это по-любому. Что касается двухгодичной карты, то здесь ситуация по-другому. Здесь нет, к сожалению, у нас на данный момент бесплатных вариантов. Но был у нас, опять же, повторюсь, горький опыт работы с двухгодичными картами. И был вариант у нас работы по бесплатным вакансиям, когда было, так сказать, на честном слове договор с заводом и все такое. Но в итоге получилась очень неприятная ситуация, когда люди просто отказывались ехать. Либо, допустим, были такие варианты, что человек там передумал. Либо еще что-то. В итоге мы зареклись на этом и сказали, что все, таких вариантов больше не будет, потому что это подстава идет реально с завода. А представьте ситуацию, когда там 20 человек, к примеру, оформляется и с них там приезжает, грубо говоря, 10, потому что половина где-то потерялась. Не доехало там туда визового центра, не было у них денег на подачу. То еще какие-то жизненные обстоятельства поменялись у людей. Короче, ситуации были разные и опыт реально имеется. Поэтому я ничего не скрываю, говорю как есть. Сейчас двухгодичная карта уже платная, поэтому по всем вопросам обращайтесь в личку, пишите в Telegram, Viber, расскажу что и как, потому что вакансии разные и стоимости тоже разные. Это не полторы тысячи евро, конечно же, как некоторые рассказывают, потому что есть случаи такие были. Недавно мой друг написал мне, говорит, представляешь, приехали вот несколько человек сейчас работать на агентуру и заплатили за рабочие карты по 1800 евро. Я, честно, завалил. Я думал, такого уже не существует, такое рабство уже отменено еще за такие деньги. Но я не знаю, что руководит людьми, чтобы оплачивать такие нереальные суммы за одного человека. Это просто космические суммы. Что касательно нас, то у нас все абсолютно легально, есть абсолютно все документы. По рабочим картам мы работаем с рекрутируемым агентством, поэтому весь пакет полностью подготавливаем, проверяем, переводим. И все это входит в эту сумму. Это самое важное. То есть вы реально заплатили и ничего абсолютно не делаете. Это тоже важно, потому что, опять же, если ссылаясь на свой опыт и помня, как мы платили по 600 евро человеку, который нам предоставил вакансию. А по сути анкеты, переводы, все мы делали, все сами абсолютно, никаких помощи не было. То есть переводили, писали, должностя переводили. Честный язык, который вообще ни в дуб ногой не знал ни одного слова. Поэтому я считаю, что это неправильно, так не должно было быть. Но в любом случае мы прошли этот опыт. И поэтому с этим вопросом сейчас мы уже можем вам помочь. И полностью гарантирую вам и даю стопроцентное качество того, что по документам, по всем, все будем делать мы. Также полностью вас консультируем от А до Я абсолютно все шаги. Это самое важное и самое главное, что я хотел сказать. Так что, друзья, в завершении этого видео хочу сказать все, кто хочет поехать в Чехию, кто имеет большое желание получить ВНЖ, ПМЖ, то есть вариант по рабочим картам, либо поехать по трехмесячной визе. Есть такие варианты. Пожалуйста, заходите в нашу группу в Телеграме. Ссылочка есть под видео обязательно. Там есть все вакансии. Если есть какие-то вопросы, смело их задавайте, пишите, личные сообщения. Будем предоставлять вам всю информацию необходимую по разным вакансиям. Так что, всем, кому интересно, пожалуйста, обращайтесь. Вот, в принципе, все, что хотел на сегодня сказать. Всем удачи и до новых встреч. Всем пока-пока.